Ну а сейчас в область ЖТСУ там началась уборка зерновых культур. В этом году под них отвели больше 260 тысяч гектаров пашни. Первыми к жатве приступили крестьяне Кербулакского района. Половина всех колоссовых культур Семеречия приходится на этот регион. По словам хлеборобов, средняя урожайность составляет всего 19% с гектара. На такие объемы повлияли сложные погодные условия в период посевной. Подробнее расскажет наш корреспондент Гульнар Жантасова. Саят Ердесов комбайнер со стажем. Работу свою любит, а потому и убрать весь хлеб старается без потерь. Благо, что техника новая в жатве не подводит. Сейчас погода нам благоволит. Не сильно жарко, работает хорошо. Главное, чтобы сильных дождей не было и колосс не полег. Если так будет, уборку вовремя завершим. В этом одном из крупных хозяйств Кербулакского района зерновые посеяны на площади в 3000 гектаров. Здесь, несмотря на засушливое лето, стараются удержать среднюю урожайность. Помогают передовые подходы в агротехнологиях. Однако из года в год выполнить эти задачи все труднее. В прошлом году собирали больше 25 центнеров с гектара. В этом дождей вообще не было, поэтому урожайность низкая. Кроме того, все очень дорогое. Запасные части ГСМ. Вчера одну деталь за 1 миллион тенге купили. Каждый продавец свою цену ставит. Поэтому я считаю, что пришло время свою технику производить или единые дилерские центры основывать без посредников. Подзерновые культуры в области ЖТСУ отдали 263 тысячи гектаров земли. По словам специалистов, из-за засушливой погоды в среднем с круга в этом году собирают 18-19 центнеров с гектара. В текущем году можно сказать, что погодные условия сложились весной очень жесткие. То есть был ветер. Три раза проходил похолодание. Но несмотря на это, в целом состояние пассивных, хорошем и удовлетворительном состоянии. В первые дни ЖТСУ хреборобы собрали уже больше 500 тонн зерна. По прогнозам, общий объем составит 861 тысячу тонн. Гульнар Жантасова, Ужас Байбусынов, Хабар-24, область ЖТСУ.